Всем привет, дорогие друзья! Вы на территории Империи Зла, и сейчас мне бы хотелось поговорить про матч с конями. Зенит играл, честно скажу, херово. Не так, как мог быть, не так, как, пожалуй, должен быть, но сыграл так, как сыграл. Мне еще не вспоминалось, когда Зенит играл с ССК 3 года назад. Абсолютно так же бездарно играл, но тогда у ССК был Влашич, тогда у ССК был живой еще Федор Чалов, тогда у ССК был Арнер Сигурсон, тоже живой. И, в принципе, тогда уровень игроков ССК был повыше, чем у ССК нынешнего, и поэтому тогдашние куни реализовали свои моменты, запрестинговали так Зенит, что заставили того дважды ошибиться на своей половине поля. Особенно чудил Клавдио Маркидио, пенсионер, который приехал в Зенит доигрывать. Вот. У меня, честно, были опасения, что эта игра закончится так же, но Зениту конкретно так подфартило. Во-первых, единственный выход, пожалуй, реальный такой нормальный выход из оборонного атака завершился голом. Неожиданный рикошет от Игры Дивеева, который, кстати, перед матчем говорил, что надо серию прерывать. Но вот так получилось, что именно вот этот Дивеева мяч скачивал в ворота Кенфеева. Вот. Удар-то сам по себе у Клаудинио был не опасный. Вот. Ну и, соответственно, повезло Зениту так же, что у ЦСКА было три убойнейших момента. Первый у Заболотного еще при счете 0-0. И тогда Киржаков вытащил. Второй у Мухина уже при счете 0-1 во втором тайме. Он не попал в ворота. Третий у Чедрэджуки. И он тоже не попал в ворота. На самом деле было очень тревожно. Оборона была просто дырявая. И на самом деле это больше даже не заслуга обороны Зенита. Сколько претензий и большущий, огромнейший камень в огород нападения ЦСКА. Что они единственные, пожалуй, за весь чемпионат. Не смогли забить Зениту ни в одном из кругов. Кроме ЦСКА в первом круге не забил Зениту, только Урал. И тот, я думаю, во втором круге забьет. Вот, получается, ЦСКА это единственный сильный клуб, который не смог забить Этому плюшевому в обороне Зениту. Хотя я имел и в первом матче шансы 3, так точно. И во втором матче шансы 3 забить. Но ни одним из этих шансов нападение ЦСКА не воспользовалось. И это конкретный такой булыжник просто в огород нападения ЦСКА. В особенности в огород Антона Заболотного. Вот. У него там и в первом матче был удар в штангу. И во втором матче вот Киржаков, конечно, молодец. Я уверен, если бы стоял Критюк на воротах, он бы стоял, как дерево, блядь, как полено в воротах. Проводил мяч просто в ближний угол и всё. И стоял бы дальше так, обосравшись штаны в воротах. Но Михаил Киржаков всё-таки лучше, чем Критюк. Хоть Киржаков и старше. Вот. А вообще, я считаю, что надо в ворота Зенитова возвращать Лунёва. Выкупайте его за любые деньги у Байера. Потому что в Байере он просто тупо сидит на лавке, блядь. А у Зенитова в это же самое время проблемы в воротарской линии. Я не знаю, есть ли смысл покупать Сафонова. Можно, конечно, купить Сафонова. Но мне кажется, что лучше был бы всё-таки вариант с возвращением Андрея Лунёва. Потому что Лунёв свою карьеру в Германии просто губит, блядь. Я, когда он ещё только переходил, думал, что, ну, переходит в Байер. Байер хорошая команда с игровой практикой. Сейчас, конец ноября, Лунёв не сыграл за Байер ни единой встречи. Ни единой минуты даже. И у меня такое ощущение, что зря он туда поехал. И надо возвращать Лунёва в Зенит. Предпринять все усилия, ну, вот этот вот бардак во воротарской линии в зимний трансфер на окно. Просто жизнь необходимо устранить. Точно так же, как необходимо устранить и бардак в линии защиты. Ловрана сплавить нахуй. Ловран и в матче с СССР умудрился несколько позиционных ошибок допустить. В результате которых нападающие СССР оказывались на убойные просто позиции. И на самом деле, то, что творит Ловран в обороне, это пожар. Зенит, получается, в обороне играет в десятером, блядь. Ловрана срочно тимой надо продавать. Об этом уже говорят, говорю не только, а говорят все абсолютно фанаты. Вот. Ну и на место Ловрана покупать какого-то другого центрального защитника. Опять же, возвращаясь к качеству игры. Куча камней, там огород Симака летел после игры с Мальми, что игра с Мальми была охуевой. Но я вам знаете, что скажу? По сравнению с игрой в Москве против СССР, игра против Мальми была охуенной. В игре с Мальми Зенит создавал. Зенит реально атаковал. И Зенит должен был побеждать. Тогда, как в игре с СССР, Зенита на поле практически не было. Одна атака в первом тайме и сразу гол с течением обстоятельств. Во втором тайме запомнился только выход Малкома один на один. Во втором тайме к чести Зенита один реальный голевой момент был создан. Ну и гол Андрея Мостового. Это просто вот неизбежное следствие того, что, во-первых, Клаудинио случайно попал в ворота. Во-вторых, то, что нападающие СССР случайно в ворота не попали. И мой взгляд, что Зенит в матче СССР конкретно отскочил. И это, я считаю, на самом деле, что это очень хорошо, потому что это одно из чемпионских качеств. Что чемпион выигрывает даже те матчи, которые выиграть не должен. Вот, но, именно если смотреть на качество игры, мне качество игры в Москве очень не понравилось. И, на самом деле, по этой игре к Симаку вопросов у меня дохуя. Вот. Но, это все-таки, это хуже, чем было в игре с Мальмом Альмя. Это была еще очень хорошая игра. ЦСКА просто днище, блядь. У меня все.